Новое масштабное Носкар обновление в КДТ. Ну и всем привет, дорогие друзья, и всего в шкаре у нас будет обзор на новое обновление. Со мной сегодня Грозний, Балтика и Кирилл. Большое спасибо за участие. Желаю вам приятного просмотра, ну а мы начинаем. Стой, ты хочешь купить дешевый робокс, но не знаешь где? Тогда робокшоп для тебя, ведь у них очень выгодный курс. Тысячу робоксов ты можешь купить всего же за 700 рублей. А также быстрая поддержка, с помощью которой ты в любой момент можешь решить свою проблему. Робокшоп ценит своих покупателей, и именно поэтому дает гарантию качества. А также у вас есть возможность получить бесплатные робоксы в их ВК-сообществе. Тысячи покупателей, в том числе и я, остались довольны после покупки робоксов на этом сайте. Так что советую тебе не упустить такой шанс, ну а мы переходим к ролику. Ну что ж, сначала начнем с новой лимитки. Вот так она выглядит. Это у нас получается ремоделька на Lamborghini SC20, которая у нас выходила больше года назад. Как по мне, как отдельная машина достаточно прикольная, но не сильно смахивает именно на ту Lamborghini. Вот такой вот у нее прикольный салон, и ее стоковые характеристики вы видите на своих экранах. Также что у нас связано с машинами, это изменение названия Bugatti. Теперь они у нас не Bugatti, как были раньше, а Hyperlux. Например, даже 300+, у нас называется теперь SS+. Обидно, но они это сделали, чтобы не надавали по ошибке завторские права, как с Lamborghini. Ну и теперь перейдем к самому интересному. Как вы могли уже заметить, у меня какой-то сзади странный фон. Те, кто смотрели трейлер разработчиков, уже знают, что это такое. Это новый гоночный центр. Начнем с нового драга, который у нас теперь огромнейший. Давайте я вам его покажу. Вот такой вот у нас тут въезд с вами и 4 линии драга. Как по мне, это очень круто. И также тут огромная парковка, как и была раньше. Есть одна немного грустная новость, которую я вам забыла рассказать. Из-за этого нового рейс-центра нам удалили гонку пустыни, потому что он слишком большой. Попозже мы на нем затестим с вами новую лимитку. Ну а сейчас мы поедем, я вам покажу другую гонку новую. Если мы вот так вот съедем сюда и заедем вниз, то у нас там будет 2 новых гонки. Получается. Первое, это у нас вот такой вот огромный новый Носкар. Как по мне, это супер имба. Вот такая тут у нас очень большая парковка. И если мы сюда заедем, то тут у нас новый трек. Вот так он офигенно выглядит. Мне прям очень нравится. Он какой-то слишком, конечно, маленький. В трейлере разработчики показывают, что это типа для картингов. Не знаю для чего, но ладно. Так же еще какая у нас есть новая фича. Если мы зайдем в гонки, то у нас есть сверху название гонки и количество игроков. Это вот такое от мини новое, достаточно прикольное нововведение. Так же это еще не все. Нам добавили новый, восьмой сезон. Вот так то он выглядит. Получается он у нас будет длиться 44 дня 4 часа. В бесплатном пропуске у нас машина до 7 тысяч кубков. И в платном пропуске до 4. Сейчас на сезоне долго я не буду делать упор, потому что в обзоре на сезон я вам все эти машины покажу. Ну а сейчас я предлагаю эту новую реметку затестить на этих трех новых гоночках. Вы это, конечно же, все увидите в ускоренной съемке. Ну и мы начнем с драга. Вот такой вот результат получился у нас на новой лампе на этом драге. Один за секунд, как я считаю, неплохо. Ну а теперь мы поедем на трек. Слушайте, оказывается, теперь у нас именно на треке можно выбирать на скар-гонку. Получается циркют и гоу-карт. Получается, давайте мы выбираем циркют. Это у нас обычный трек. На гоу-карте мы чуть-чуть попозже проедем. И потом мы у нас затестим на скар. Вот такой результат у нас показала эта новая лампоргини на драге. И давайте быстренько затестим гоу-карт трек. Фига себе, чекайте. Оказывается, тут мы будем участвовать не на тех гоу-картах, которые были у нас в первом сезоне, а на отдельных, которые сделали специально для этого трека. Ну ладно, мы продолжаем. Вот какой результат они показали на этой гонке. Ну и теперь новая долгожданная гонка на скар. Я даже для нее специально возьму свою наскаровскую машину и спасу. Е-май, ей поменяли еще название. Теперь она овалкар. Что? Просто, как по мне, офигеннейшая гонка. Вот такой вот результат у меня получился на этой наскаровской машине. Ну что ж, в принципе, на этом все обновление. Остался у нас последний новый кодик. Вот так он выглядит. 4 New Races. И мы нажимаем, и получаем за него 75 тысяч игровой валюты. Ну и на этом урок по вашему концу. Надеюсь, он тебе понравился. Ты поставил на него лайк, подписался на мой канал, написал неприятный комментарий. Ну и всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok